МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый президент Поволжской гильдии риэлторов. Быть постоянно на пике событий, идти вперед, начинать новые и значимые социальные проекты. Все это сильные черты характера Алексея Ивановича Кирюшина, имеющего опыт работы на рынке недвижимости 32 года. Здравствуйте, Алексей Иванович. Добрый день. Расскажите нам, пожалуйста, текущее состояние недвижимости в городе Тольятти? Ну, наш город, он как бы является звеном всей России. Поэтому ситуация, которая происходит на рынке недвижимости Российской Федерации, она, естественно, влияет на наш город. Но что можно сказать? Ситуация непростая. Ну, главное ждать, что цены упадут. Нет таких оснований. В ближайшие где-то полгода цены будут еще стоять на тех позициях, которые они есть. Вот. Поэтому ситуация, она определяется многими факторами. Сейчас мы, конечно же, все как бы обсуждаем тему, связанную с повышением ставки Центробанка и которая привела практически к запретительным барьерам для приобретения квартир с помощью ипотеки. Но если смотреть на ситуацию 20-летней давности, то тогда не было ипотеки, люди покупали недвижимость за наличный расчет, приносили чемоданы, иногда корзины для того, чтобы купить квартиры. Вот. Сейчас тоже как бы основной, так сказать, тренд это использование наличных средств, которые в нашей стране становятся все больше. Вот за прошлый год количество денег в обороте увеличилось на 2 триллиона рублей. Было 16, стало 18. Так что деньги у людей есть, и они могут покупать недвижимость. Вопрос стоит, насколько это целесообразно. Но а самой недвижимости-то хватает в городе? Конечно же, всегда недвижимости не хватает той, которой нужна покупателю. Вот. И он всегда делает выбор. Обычно процесс покупки занимает примерно 3-4 месяца. То есть от начала осознания, что нужно купить. Вот, например, теща уже настолько тебе надоела, замучилась, что ты говоришь, все, я ухожу с семьей искать самостоятельную квартиру. Вот. Это процесс где-то 3-4 месяца. Вот. За этот период люди как бы более-менее осознают ситуацию, что нужно, сколько нужно посмотреть квартиры, чтобы понять, есть ли они или нет. В целом, потребности, они улетворяются, поскольку на этом рынке, вот как сохранялась цифра 3 тысячи квартир, если мы говорим про вторичный рынок, так и остается. 3 тысячи квартир. И цена сейчас, ну вот, можно сказать, она стала стабильной с лета этого года. Где-то 80 тысяч рублей квадратный метр квартир на вторичном рынке. А какая недвижимость сейчас пользуется большим спросом? Вторичка, первичный рынок, коммерческая, может быть, недвижимость? Смотрите, это разные как бы сегменты рынка недвижимости. О них можно поговорить отдельно. Ну, например, коммерческая недвижимость. Там же есть торговая недвижимость, офисная недвижимость, индустриальная недвижимость и так называемый стрит-ритейл. Вот. Ну, надо сказать, что касается производственной складской недвижимости, тут ситуация достаточно позитивная. У нас в городе идет активное развитие промышленности. Постоянно мы видим спрос на рабочую силу, рекламу. Явно не хватает рабочих рук для развития производства. Вот. То есть спрос есть, и площадки, производственные базы, склады и прочее, они востребованы и быстро реализуются. Торговые площади. Там ситуация несколько хуже, потому что развивается так называемая маркетплейс и компании, которые предлагают товар в онлайн-режиме. И это тренд, когда люди все больше и больше обращаются в интернет для того, чтобы приобрести товар. Вот. Офисные центры. Там тоже ситуация не самая радужная в связи с тем, что значительная часть так называемых белых воротничков, они предпочитают работать дома, онлайн-режиме. Поэтому вот спрос на офисные площади не такой высокий. А вот стрит-ритейл – это помещение, которое находится на первой линии улиц, вот, и там расположены разные магазины, разные парикмахерские, аптеки и прочее, прочее. Вот. Они, как бы, имеют спрос достаточно высокий. Практически нет пустых помещений на первой линии в нашем городе. Вот. Развиваются разные другие. Приходит к нам, появился у нас Чижик, например, это новая сеть от Ритейл-7 группа. Появился у нас, развивается Пеликан, естественно, Магнит ищет площади, Пятерочка ищет площади для своих магазинов. Вот. И очень активно сейчас в городе развиваются Красное и Белое. Это вот новый, так скажем, формат, который не требует специальных подъездных путей и очень всеяден. Это как и алкогольные продукты, так и дешевые продукты питания первой необходимости. Да, и пользуется спросом. Алексей Иванович, а скажите, пожалуйста, каким должно быть агентство недвижимости, чтобы стать привлекательным для клиента? Ну, для того, чтобы стать привлекательным, нужно работать хорошо, квалифицированно, профессионально, вот, и получать соответствующие отзывы от клиентов, вот, для этого нужно учить, обучать профессиональных сотрудников, проходить соответствующие аттестации. Вот в рамках российской гильдии риэлторов наша компания постоянно проводит такую сертификацию, аттестацию. Раз в три года наши сотрудники сдают экзамены, демонстрируют свое профессиональное мастерство, так скажем. Вот. Нужно думать о клиентах, естественно, быть клиентоориентированной компанией, то есть делающей максимальное действие в интересах клиента. Вот работать с клиентом на всю жизнь. Куда клиент, туда и мы. Это девиз вашей компании. Скажите, пожалуйста, то есть агентство недвижимости должны быть всегда готовы работать с клиентом в любом регионе России? Смотрите, клиент, наша услуга доверительная. Вот. Я всегда говорю своим сотрудникам, что это основа, так сказать, нашей работы. Завоевать доверие клиента. Нам доверяют наших друзей. Еще один из наших лозунгов. Вот. Поэтому, когда есть доверие, к вам обращается клиент за помощью в другом городе. Вот. Мне, например, вчера такое предложение поступило от одного достаточно известного нашего человека в городе. Он просит помочь ему с операцией с недвижимостью. Вот. Он обращается ко мне, потому что он мне доверяет. А в этом городе у него нет знакомых риэлторов, чтобы он к ним обратился. Поэтому клиент на всю жизнь, это когда он едет в другой город, и ты его сопровождаешь. Сейчас стало легче делать. Даже не надо выезжать. Во-первых, ты можешь проводить сделку в интернете, да, вот, в онлайн-режиме. А во-вторых, у нас в сети отношения с компаниями в других городах налажены. В рамках российской гильдии риэлторов или в сети Самолет Плюс мы можем договариваться о оказании услуг, получать определенный процент от привода клиентов. И в то же время контролировать эти сделки. Поэтому вот можно и самому выехать, а можно передать надежные руки нашего клиента. В одном из своих интервью вы сказали, риэлтор, чтобы продать, должен влюбиться в недвижимость. А какой он, современный риэлтор? Ну вот слово влюбиться я бы хотел пояснить. Когда мы берем объект недвижимости в работу, мы должны привести так называемый свод-анализ. Найти плюсы, минусы, возможности и угрозы. Вот это вот основа, начало работы с этим объектом. И наша задача вот эти плюсы, их усилить и именно в них влюбиться. Когда мы влюбляемся в кого-то или в что-то, мы всегда видим только позитивное. Когда не хотим, мы уже разводимся, когда мы видим только плохое в человеке. Поэтому влюбиться, это значит, надо найти в этом объекте позитивные стороны. То, что дает ему преимущество, что воодушевляет человека-риэлтора. Поэтому, когда он не горит за объект, у него такие скучные глаза, он не продаст товар. Он не сможет это сделать. Он должен прочувствовать через себя, хочу я такой объект купить или нет. Это так же, как в магазине, когда ты покупаешь товар, я спрашиваю у продавца, а вы это пробовали? А вы это носили? Вот. Поэтому вот его экспертное мнение, оно очень важно для клиента, для покупателя, для продавцов. Что самое сложное в профессии риэлтора? Самое сложное, это, наверное, стрессовоустойчивость, быть стрессовоустойчивым. Потому что каждая сделка преподносит свои сюрпризы, создаёт такие проблемы, которые очень сложно обычно решать. Так вот, у нас недавно прошла сделка, женщина в возрасте, которая, ну так скажем, находится в низах нашего общества. Ну так скажем. И она захотела изменить свою жизнь, вот. И для того, чтобы привести сделку, наша сотрудница помогла ей, например, пойти в прачечную, постирать её одежду, и выйти на сделку уже в чистом белье, в чистой одежде. Вот такие вот тривиалии. А теперь ещё нужно помочь ей приобрести необходимую мебель для той квартиры, в которой она будет жить. Вот такие вот вещи. Иногда, конечно, бывают сюрпризы, которые сложно представить. Рынок недвижимости сейчас всё более и более становится сложным. Проблемы банкротства, проблема там неоплаты коммунальных платежей, проблемы наследования, ну и прочее, прочее. Они очень такие, нельзя их сразу увидеть. Бывает, приходится много поработать, чтобы увидеть проблемы и помочь их решить. В общем, риэлтор должен быть стрессоустойчивым. Естественно, ещё он должен быть достаточно интеллектуально развитым, чтобы понимать проблемы. Он должен быть и юристом, он должен быть прекрасным психологом, он должен быть экономистом, который умеет посчитать плюсы-минусы там, результаты финансовые. Алексей Иванович, вот как эксперт в этой области, скажите, как избежать неудачной сделки? Ну, я не могу назвать какое-то универсальное средство для того, чтобы неудачные все сделки. Ну, в нашей компании есть такое требование. Перед сделкой, там, за один, за два дня, ты должен отчитаться перед руководителем и подготовить паспорт сделки, в которой у нас, вот на основе нашего богатого опыта расставлены такие, так скажем, флажки. То, что мы имели проблемы, чтобы этого не было. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы вот все это возможные проблемы, их заранее предвидеть и до сделки исправить, если возникают неожиданные. То есть, самый лучший совет, чтобы избежать неудачной сделки, это обратиться к опытному приэлтору? Ну, можно так сказать, который уже шишки набил в этой области. Алексей Иванович, ваш прогноз развития рынка недвижимости в Тольятти, не только в Тольятти, в России, ваш прогноз? Ну, я вначале говорил о том, что рынок, он непростой сейчас, и ситуация в стране тоже сложная. Здесь разные парадоксальные ситуации возникают. Ну, например, повышение ставки до 20% приводит к тому, что теряется мотивация у фирм, у компаний, у юридических лиц вкладывать деньги в развитие производства. Им лучше положить на депозиты и получать там 18-20%. Вот это раньше такое немыслимое было. С другой стороны, стремление понизить инфляцию, которая является главной задачей сейчас Центробанка, оно как бы поможет все-таки снизить ее и уменьшить, соответственно, процентные ставки. Прогнозы через полгода мы должны увидеть, куда мы дальше будем двигаться. Или у нас вот это будет, мы эту инфляцию поборем, и у нас начнется нормальные как бы сделки с использованием ипотеки, или у нас будет определенное падение этого рынка. К сожалению, это такой прогноз, он тоже, возможно, пессимистический. В общем, надо дожить до понедельника. Да, мы обязательно доживем и посмотрим, да. Ксенович, спасибо вам огромное за столь профессиональные ответы на очень сложные, но важные вопросы. И пусть у вас обязательно все получается, всего вам хорошего. А мы прощаемся с вами, уважаемые телезрители. До новой встречи на телеканале Тольятти-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова